Выступить, и я со вчерашнего дня думала, чем же я могу таким поделиться, что действительно даст возможность, может быть, каждому из вас это взять как опыт и использовать. Очень много было выступлений, и буквально вот сегодня я свой материал подняла, потому что презентации у меня огромное количество. Буду кратко. Здравствуйте, меня зовут Курячая Татьяна, я консультант компании Фуберлик, в квалификации старший директор. Квалификация старший директор, групповой объем 10 900. У меня в структуре есть директор, который идет по моему опыту, товарооборот моего АП, сейчас оно представительством является. Начинала я, конечно, очень с маленького, и было очень сложно, потому что на самом деле наш город небольшой, и город МИАС, Челябинская область. Я... не скажу. Могу сказать по-другому. У нас на одной территории находится... Сколько? 150 человек. 150 человек. У нас на одной территории... Ну, не в этом дело. Дело в другом. У нас недалеко друг от друга есть два сервисных центра. И когда я открывала, мое условие было не переманивать с того сервисного центра, чтобы был нормальный принцип работы, а именно подтянуть свою структуру и благодаря своей структуре увеличить товарооборот на складе. Естественно, когда мы открыли, было очень много сложностей, очень много вложений. Это и внешний вид, и все остальное. И для меня вначале было очень тяжело выйти на товарооборот 250 тысяч. Мы когда это сделали, мне показалось это мало. В конечном итоге потом я поставила себе планку сделать 400. Я делала, 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 делала 400. Нормально. И вот я мама троих детей, у меня трое близнецов, мальчиков, которым по 21 годам. И так получилось, что сейчас временно дети в Америке, они приедут, но дело не в этом. Дело в том, что мы теперь с мужем вместе все это делаем, и он помогает. И он мне такую жабу посадил, говорит, а что тебе слабо сделать миллион? Я так задумалась, думаю, количество людей мало. Вытягивать с другого склада некорректно. Надо что-то такое сделать. Я подумала, а почему бы не сделать? И вот эти пять принципов, это уже на то, что уже было сделано. Потому что в декабре месяце миллион я не сделала, но 780 тысяч на моем складе стало. Это моя презентация, я немножко прочитаю. Ой, плохо видно. Повернуть надо как-то. Имеющий терпение... Разверните немножко. Никак. Да читай. Там слова, имеющие терпение, способные создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Это восточная мудрость, потому что на самом деле многие начинают работать и начинают бросать. И только когда команда определенная в жизни начинает создавать систему, я очень благодарна нашему руководству, состоящему, Демидову Евгению, которая постоянно нас к этому приучала, Заварухиным, Олегу и Светлану, которые вырабатывали в нас систему. Ирина Валентиновна, дочернее предприятие. И теперь следующий слайд. А потом вы сможете скачать эту правду, попросить и вам это сделать. Для меня что такое пять шагов? Пять шагов это первая вера, для вас это неудивительно, наверное. Второе это мотивация. Третье это обязательно планирование и расчеты. Если не будет расчетов, не будет результата. Потому что на одних эмоциях далеко не уедешь. Важно знать, куда едешь. Четвертое это контроль обязательно. Потому что если не будет контроля, то люди просто будут развлекаться. Это хорошо, когда людям хорошо. Но когда есть у каждого своя цель и есть по цели, то невозможно двигаться дальше. И последнее обязательно признание. Потому что очень много в жизни не хватает признания. Очень многие люди приходят к нам от того, что им тяжело где-то дома. Или не признанные они в семье или еще где-то. Поэтому от нас зависит, как мы будем к ним относиться. Следующий слайд. Первая вера. Для меня неотделима абсолютно структурой АП. То есть пункт выдачи продукции для меня инструмент. Это то место, это тот инструмент, благодаря которому я развиваю свою структуру. Я развиваю содружественные структуры, которые находятся на моем складе. И мы совместно проводим огромное количество мероприятий. У меня нет сомнений на самом деле. Как только закладывается сомнение, я ставлю определенные ролики позитивные. Кстати, в конце будет подарок для вас. Позитивный ролик, который я очень люблю. Каждый месяц я загадываю новую цифру. То есть загадала цифру товарооборота, загадала цифру. Каждый месяц. И обязательно ее проговариваю. У меня вот... Кто-то вчера говорил про аффирмации. По-моему, вы говорили, да? Про слова. По-моему, да. Дело в том, что у меня есть своя аффирмация, благодаря которой на самом деле можно заработать тот доход, который вы хотите. Когда мне было крайне сложно, и когда я понимала, что мне нечем кормить детей, и когда я понимала, что им нужно идти в институт, им нужно троих оплачивать, они получали высшее образование и так далее, и тому подобное, я просто тупо ехала в автобусе и проговорила про себя фразу. Я богатая и самодостаточная женщина. Я зарабатываю ежемесячно 100 тысяч в месяц. Мне казалось, что это никогда не будет. Ну, оно нормально случилось. Так. Думаю всегда о задуманном, как бы уже это случилось. Всегда помню о том, чего хочу. Потому что как только мы отвлекаемся и уходим в какую-то другую сторону, и учу своих людей этому, все. Процесс уходит в другую сторону. Следующий слайд. Мотивация. Изучая все акции каталога. Если я не буду знать, как я буду мотивировать людей, на что их мотивировать, на покупку на какую. Потому что все зависит от того, что если знаешь, какие есть акции, то можно привлечь привилегированных покупателей. У меня привилегированные покупатели на складе. Они делают 100 и более баллов. То есть они покупают себе, но они делают такой объем. Потом обязательно объявляю индивидуальные промоушены каждому. Потому что для одного 100 баллов сделать это одно, а для другого 100 баллов это запросто. А кто-то старается ради этого. И ему индивидуальный промоушен. Объявляю, консультирую и мотивирую на покупку того или другого продукта. То есть обязательно информационный блок, обязательно семинары по продуктовые, разные факультативные занятия, использование тренерской, ну тренерские всякие штучки. Смс-рассылку каждую неделю. Это от себя. Когда было от компании прекрасно. Когда сейчас нет от компании, я от себя делаю счастливую неделю. Подтягиваю. Вот в январь обычно люди много отдыхают. Я сделаю счастливую неделю. То есть люди приходили, делали закупку и в конечном итоге получалось, что я их подтягивала. Они приходили на интерес, ну а дальше моя уже работа. Вторую неделю я обязательно делаю суперакции. И третью неделю я обязательно всех оповещаю, что осталась последняя неделя. Что последняя закупка тогда-то, последняя оплата тогда-то. Люди уже привыкли к этому. На самом деле удивительно, как только сбросишь, люди присылают заказы. Даже те, которые забыли. Но еще по поводу мотивации. Я попробовала такой опыт. Я знаю, что Светлана Устратова делала. То есть мы в Челябинске использовали такой метод. Ну, розыгрыш лотереи. Я этот опыт продолжаю делать. Он играет огромную роль. У меня средняя закупка у людей не менее полторы тысячи, тысячи семьсот. Потому что в акциях у меня стоит, сделай единовременный заказ на три шестьсот или три раза по тысяча двести. Получи купон, который будет разыгрываться в розыгрыше лотерея на аппаратуру. Да, я покупаю девять призов, я вкладываю свои деньги. У меня последний раз выиграла женщина, которая коров пасет, которая из деревни, которая шпарит, старается. И она выиграла мультиварку. Представляете, какое у нее было ощущение. Розыгрыши для всех одинаков. Но я это использую, и людям это нравится. И они знают, что через три месяца будет обязательно семинар, на котором будет информация. И дополнительно будет розыгрыш лотерея. А тем, кто, например, не попал в эту акцию, у них есть возможность взять или продукт со склада с 50% скидкой, или получить подарок из корзины. То есть есть возможности разные. Следующий слайд. Планирование и расчеты. Обязательно фиксирую задуманную цифру. Обязательно рассчитываю задачу на каждую неделю. То есть что нужно сделать в каждую неделю, чтобы сдвинуться с этого места. Обязательно разбиваю три недели на два периода. Объясню. У нас три недели. Соответственно, две поставки в неделю. Так? У всех так? То есть получается шесть поставок. Человеку иногда за три недели сложно сделать, например, объем 150 или 200. Или групповой, там, например, 600. Мы берем и по поставкам разбрасываем. И они разбрасывают на своих людей. То есть каждый знает, что если у нас поставка в воскресенье, то в понедельник мы собираемся, анализируем, что произошло. Сделали мы тот объем, который запланирован или нет. Если нет, то тогда нужно кого-то подтянуть. Люди научились сами контролировать свои объемы. Очень удобно. То есть для них абсолютно не страшно, для новичка сделать 100 баллов. У него там получается по 15-18 баллов нужно в одну поставку сделать. Так, следующее. Смотрю. Ну, вы прочитали, я думаю. Там очень много моментов таких для НК и тому подобное. Могу одно сказать. Когда мы это запустили, то в конечном итоге получилось, что в мою структуру прибыло 49 консультантов. Молодец. Следующий. А, конкретно, поиск. Контроль. Ослеживаю каждое поступление на базисный склад. Спасибо огромное Ирине Валентиновне. Эта информация у нас всегда есть. То есть мы знаем, что придет на базисный склад. Соответственно, я это вывешиваю. Люди знают. И они знают, что могут заказать. Потому что, вот, хоть я сама из Фаберлик, но когда присоединился Эдельстар и Инфинум, я поклонилась компании в ноги. Потому что огромное спасибо. Огромные возможности. Есть люди, которые не пользуются продукцией Фаберлик, но они обожают безумно Эдельстар и Инфинум. Есть люди, которые безумно любят Фаберлик и Инфинум. То есть вот здесь возможность каждому донат. И я это обязательно рассказываю. И мотивация только на позитив. Для лидеров фиксируем объем, но я это вам сказала. Делай заказы, контролируем на каждую сумму. Сделай заказ в каждую поставку. Это я тоже вам сказала. Не тот. Следующий слайд. Это мы уже смотрели. И... нет? Ну я вам рассказала уже заранее. Посмотрели. Признание. Подводим итоги и обязательно делаем структурное собрание в первый понедельник каждого периода. На структурном собрании показываем видеоролик презентации, ну как вот каталога. Обязательно рассказываем вот с танцующими элементами, там вкусняшками. Обязательно у меня новинки есть. Что вы все пощупали, потрогали. Все преимущества каждого продукта, который появился, обязательно идут поздравления. У меня специально есть вот блок музыки, подобранный. Потому что там вот хочется просто плясать, скакать. И мы каждого поздравляем под каждую музыку. Там же мотивация идет, там же задумываем новые планы. Там же планируем уже, ну вот как вот немножечко. Там же рассчитываем, фиксируем, рекрутируем и идем к своим желаниям. У нас даже был такой момент для лидеров. Кто сделает за три периода, за три периода 1200 баллов, то ему дарился сертификат на поход в дорогой ресторан с наставником. То есть это был подарок просто. Там, конечно же, мы не пили, но мы получали удовольствие. Следующий слайд. Как бы ни были великие силы, противостоящие тебе, самое главное — быть абсолютно к ним равнодушным и делать свое дело. Если ты думаешь на них постоянно, о них постоянно, оглядываться, пытаться скорректировать свои шаги, бояться или представлять воображение свое поражение, ты никогда своей цели не достигнешь. И сейчас для вас будет подарок от меня, видеоролик, может быть кто-то его видел, может не видел, но я думаю, что это будет шикарный момент.